Так, ребята, я снова вас всех приветствую, с вами на проводе Михаил, играем в Deus Ex Invisible War. Так, оттуда мы пришли, мы почти исследовали весь этот участок карты. Так, сюда мы пока не идём, хотя нет, давайте сходим, мне просто интересно, куда ведёт эта дверь Южная Медина. Просто, возможно, мы там были и нам туда уже не надо. То есть, хотя бы в одном аспекте нам станет понятнее, где были, а где не были. Хм, так, судя по картинке, что да, возможно, мы здесь были. Ну, сейчас всё встанет, понятно наверняка. Так. Ой, а что за блики сейчас были? Ага, всё, вот кофейня эта. Окей, всё стало понятно. Ну-ка, оп! Блин, я здесь что-то... Да ладно, серьёзно, что ли? Блядь. Пусть там лежит. Так, для себя утвердили, что здесь мы уже были, про эту дверь забываем. У нас уже постепенно в голове вырисовывается карта всего этого места. Омар. Подпольное общество киборгов зародилось в русских научных лабораториях после коллапса. Потрясающе. Но мне больше нравится про Омара говорить, как про одного конкретного человека. Я понимаю, что это общество. Но, блин, язык не вяжется. Говорить об этом. Чикаго! Кто-то навёл тебя на меня. Ты далеко забрался от дома. Я преследую доктора Насиф. Проект, который нас создал. Корпорация Постл базируется здесь, в Каире. Или это совпадение, или кто-то охотится за моей головой. Или, может, Омар тоже интересует проект, который нас создал. Что ты должен был сделать для них? Я же тебе уже говорил. Защищать. Защищать от чего? От всего. Многие из людей не любят Омар. Большинство людей думает, что они уроды, а теперь ещё, похоже, эти фанатики-рыцари храма готовят рейд, поэтому жду их тут. Один? Это моё задание, но эти киборги могут сражаться, когда их вынуждают. Мне бы просто хотелось иметь больше информации, хотя бы когда начнётся рейд. Тогда я, может быть, ещё немного высплюсь. Тебе может заинтересовать то, что я услышал на вербовочном пункте храмовников Оркология. Это мой счастливый день. Как хорошо, что у меня есть старые друзья из Тарсуса. Ага. Блять, а я не помню. Рейд начнётся в любую минуту. Ты точно это знаешь? Сколько мне ещё осталось на позиции? Трудно сказать. Может, час. Я буду на готове. Спасибо тебе. Я наткнулся на нескольких храмовников в квартирах, домах напротив мечети. Их больше нет. Может, рейда теперь и не будет. Не похоже. У храмовников базы разбросаны по всей Медине. Может, ты и наткнулся на тех, кто поддерживает баланс. Спасибо, что рискнул своей шеей. Я поделюсь своей первой боевой премией с тобой, если Амар выживет в этом рейде. Круто. Не зря мы их устранили. А, вон они. Круто. Да, вон там они были. Подлецы. Здесь наилучшее место для вашего бизнеса. Мы благодарны за вашу находчивость в поисках нас, а также за предупреждение нас через нашего друга Лео в рейде храмовников. Приятно видеть, что информация что-то изменила. Теперь поглядим, стоило ли выслеживать вас так много времени. Вы цените наши товары. Вы желанный покупатель. Вы помогли нам в прошлом. Возможно, вы сможете предоставить свои услуги еще раз. Давайте, я заинтересован в ведении дел. Я слышал, вы знаете, где можно найти лекарство от чумы. Да, лекарство было разработано ученым аркологии. Нонитный контингент для воздушного распиления. Мы думаем, что эта разработка находится в частной собственности, арендованной храмовниками в возлетном отсеке 24 на уровне 110. Похоже, это ценное изобретение. Почему они его производят? Не ясно. Возможно, вас заинтересует исследование АМАР. Может обеспечить доступ к воздушному терминалу в обмен на заключение соглашения о найме. Конечно. Мы просим схематические данные о новом продукте, произведенном в этом здании. Экзоскелетная броня, заказанная рыцарем и храмом, потенциально военная угроза нашей организации. Как я туда могу попасть? Первое, вам нужен пропуск, чтобы попасть в аркологию. Вот, возьмите. Спасибо. Второе, поговорите с женщиной в справочном воздушном терминале. Она работает на нас. Мы скажем ей, что вы придете. Просто скажите ей, что у вас общий друг. Как только попадете в терминал, найдите броню и скачивайте схемы. Там же вы найдете и свои лекарства. Ладно. Что ты продаешь? У меня есть два контейнера биомодов с черного рынка, которые обеспечивают функциональность не пьезохим, а также три проксимины, которые можно установить на любой гладкой поверхности и сработают от движения. Как особый покупатель, можешь купить все это за полцены. Биомоды, но они мне пока не очень нужны, на самом деле, я потому что ничего красного себе не ставлю. Поэтому, ну хотя денег полно, давай. Давай биомоды с черного рынка. Амар ценит хороших покупателей. Пусть будет. Скан complete. Ты только минимально биомодифицирован. У тебя немножко другой голос. Бизнес-партнеры сообщают, что ученым аркология разработана лекарство нано-контрагент для воздушного распыления. Исследование скрытно ведется в частной лаборатории в летном отсеке 24 на 111 уровне аркологии. К счастью, у Амар есть друг на терминале. Она с радостью предоставит доступ к агентам, действующим на нашей стороне. Интересно, это не та девушка, которая там как дура нас не пускала? Опа. Охереть. Вы это видели? Вот это крутотень. Так, все отлично. Сейчас мы в дневничок. Это будет мой первый реальный приговор. Ух, 11 заданий. Исследовать школу Тарсуса. Раскрыть тайны заговора. Ёб твою мать. Оранжерея разрушить. Вынести записи. Обыскать взлетный отсек. Встретиться в кафе. Проверить Иву. Найти Лео. О, господи. Так, позже вернитесь в Северную Медину и выясните, как Лео управится с атакой храмовников. Его можно найти на востоке, он насматривает квартиры. Ну, нам надо во взлетный этот отсек идти. У нас вообще там немерено этих дел. То есть нам реально есть чем заняться. Работой просто непочатый край. Так. Здесь насквозь можем туда пройти, по сути. Но это такое, конечно. Медина Апартментс. Так. А, это апартаменты эти, да, квартиры. Так, ну. Сюда нам пока не надо. Я всегда спрашивал, что я делаю там. Фак. Пропусти меня. А, здесь эти. Поехавшие, да, у них там. Ну, вы поняли. Служба идет в этой, в ордене. В церкви этой. А мы вот сейчас пройдем здесь, сразу в кофейню. Ну, чтобы нам в храм не заходить, там не тупить. Ибо в храме нам... Незачем нам туда идти, короче. Ох, где же мы еще не были-то вспомнить бы. Алекс Ди, информация, которую вы передали нашему агенту, оказалась весьма ценной. Ему удалось отбиться от захватчиков, и он хочет вас отблагодарить. Ваш дальнейший бизнес в Самар будет оставаться в благоприятных условиях. О, круто. Давайте тогда сразу же сходим. Раз мы далеко еще не ушли. Круто, круто. Наверное, было бы еще круче, если мы сейчас придем, а там лежит куча трупов со всяким лутом. Не знаю, там, штук 10, и он, короче, такой над ними стоит. Ну, это так, типа, неплохо было бы. Ну, давай, симулятор загрузки, быстрее, быстрее, быстрее. Я уже не могу ждать так долго. Так, сохраняем бы. Блин, мне эта штука бесит. Вот так вот, да, все, пусть она исчезнет. А что, у нас есть что-нибудь? Нет, у нас только 4 пиратских биомода этих. О, храмовник. Всего один. А нет, двое. Эй, Чикаго, отличный совет. Я подпустил их, а потом, бах, завели их всех до одного. Рад, что смог помочь. Эй, у меня нет ничего особенного, чтобы тебя отблагодарить, но эта заварушка оказала мне большую услугу и тесно связала меня с Самар. Можешь рассчитывать на долю, плюс я еще кое-что добавлю сверху, так как благодаря тебе трупов стало больше. Хорошая работа. Спасибо, я рад, что у тебя все получилось. Береги себя. Не нужно беспокоиться о Лео Янковске. Лео Мара в безопасности. Спасибо за тюрьму. Тюрьму так лежит. Будем проводить бизнес, а будем ждать, пока вы опубликуете схематику... Нет, спасибо. Пять тысяч кредитов у нас. Ну все, отлично. Мы ему помогли, у нас десять заданий хотя бы. Это уже всяко в путь. А то тут они немножко неудобно сделаны. То есть здесь, не знаю, то ли это баг, то ли что. Ну, кроме очевидного, что да, здесь нету маркеров. Здесь здания не обновляются в режиме реального времени. То есть они как-то подтормаживают, что ли. Ну, не знаю. Ну, даже вот вспомнить, когда мы для этой девки электронной разыскивали информацию. Там тоже не все так понятно было с первого раза. Это я вспомнил тогда чудом каким-то. Да, наверх поедем. Вперед. Нечего нам больше тут делать. Дышать этой отравью. Тут же воздух-то загрязнен. Так. Ну, хотя я думаю, что с нашими разного рода био-улучшениями нам вообще должно посрать быть на это. Ну, это так. Домыслы мои. Так. Давно не сохранялись. Ой. Где я? А, во. Что-то какая-то жесть произошла. Это м... Я не уверена, что они делают здесь, но я должен быть уверен, что никто не разговаривает с этим. Понятно. Ну, при них я, ясно дело, вскрывать ничего не буду. Ч... чревато потерей. Здоровья, не знаю, жизней. Тарсус Академия. О, отлично. Мы использовали код. Можно, кстати, там в ней тогда поделать. Нас туда, благо, ведут дела. Ну, то есть, нас ведут весьма однозначные дела туда. То есть, нам не нужно делать каких-то выборов сложных, я бы так сказал. Блин, она все еще не открывается. Сходи нам. Нужен код. Ну, где я его там вводить-то вам буду? Ну, это бред, конечно. А, это куда ведет? Я уж не помню. Да, блядь, поебаная. Опа. А-а-а, я все вспомнил, Чуково. Да, да, да. Блядь, раб мне в Академию теперь вернуться. Так, тут тюряга. Вот, нам сюда, блин. Так, это в Орден. Туда нам не надо. Ну, вроде бы. Так, сейчас направо, да? Ага, и в Академию. Академия Тарсус. Академия Тарсус. Ох. Что, минут 15 уже играем. Ну, опять же, серия будет коротенькая, к сожалению. Ну, тоже в стиле минут 30. Не получится у нас там часовой заход сделать. Потому что я же играю или перед работой, или в обед. А это все, ну, в лучшем случае, минут, ну, 30-40. Или уже, когда приду поздно вечером с работы. Ну, там тоже у меня, как правило, немного времени, потому что спать надо. То есть в день я там серии 3-4 делаю коротеньких. А склеивать их это тупо на самом деле. Согласно отчетам ССЗ, несколько студентов были объявлены пропавшими. Узнайте у детей что-нибудь об этом. Хорошо, как скажешь. Пропавшей студентке найти. Один из заданий, да ёп вашу мать. Не одно, так другое. Да, родительский код у нас есть. Меня уже тошнит от этого постоянного контроля за возможными нарушениями. Да ну, правда, что ли? Тарсус продолжает предлагать лучшее образование, даже в столь трудное время. Это было в Датакубе. Вы же заглядывали в Датакуб, не так ли? Эээ, да. А, ну да. Но если вы действительно хотите лично все осмотреть, я вам не буду мешать, пока у вас есть пропуск. Вы же не забыли с собой пропуск? Мы не можем позволить посторонним посетителям находиться здесь. Да не ссы. Все окей. Разве ваш ребенок не заслужил лучшего из доступного образования? У нас лучшее в Каире учебное заведение. Прилагается карта, показывающая расширение нашего кампуса. Люди должны верить Тарсус. Мы лучшие для нашей жизни. Да, все. Меня не интересует больше. Что ты там думаешь? Ты... О! Детишки. Я думаю, что они разрушили. Они разрушили прямо после последнего биографии. Может быть, они были исполнили за ошибку. Это объяснить, почему они получили такие высокие уровни. Ну, давай. Ты знаешь, что Дженнифер получила эти уровни, честно говоря. Но эта Насифа, но она странная. То есть, может быть, они ошиблись и были исполнили? Хм... Я думаю, что главный Мастер Арчер может быть довольно грустным. Ну, еще один странный посетитель. Я не могу помочь чувствовать... Что это новое глупо? Люди переживают из-за пропажи нескольких школьниц. Но я не уверена за Дженнифер, так как она уже достаточно умна и не позволит произойти чему-нибудь ужасному. Так что же все-таки произошло? Не думаю, что ее отчислили, иначе мы бы об этом сразу узнали. Это должно быть что-то другое. Возможно, она прячется от кого-то. Почему ты так думаешь? Может, она просто уехала? Довольно сложно выбраться отсюда незамеченным, но такая возможность все-таки имеется. Я сама никогда там не бывала, но слышала, что другие дети говорили о тайных ходах в системах вентиляции. Кажется, что на факультете никто об этом не знает. По крайней мере, все это было... Джамилла думает, что, может, Ива и Дженнифер были отчислены. Я начинаю думать, что все-таки не было. Понятно. Вот тут все, короче, в египетском стиле оформлено. Вот прям как в древних пирамидах, типа там все такое. Что за хрень? Вы специалист? Мы уже устали ждать кого-то, кто сможет разобраться с этими гризлами. Мне жаль, но я не тот, кого вы ждали. Что случилось? В лаборатории вырвались на свободу несколько гризлов. Сюрприз. Это ведь не хомяки. В любом случае, там какие-то дорогостоящие материалы, наверное, какие-нибудь биомоды. Поэтому администрация настаивает на скорейшем разрешении проблемы. Почему бы именно вам не влезть в это дельце? Это не моя работа. Вот что. Поскольку наш специалист так и не появился, я заплачу вам его премию, если вы все уладите. И я не вижу ничего плохого, если пропадет часть научного материала. Гризлы ведь вполне могли его сожрать. Я подумаю об этом. Вот код для лаборатории. Возвращайтесь ко мне после сделанной работы, и я вам заплачу 100 кредитов. Охереть, ты щедрая. Просто я ебал. What the hell? What the hell? Что тут у нас интересного? Отмычки есть? А если найду? Ммм. Чёрт, эта штука слишком такая. Не залезь мне наверх, короче. Да ёптвою налево. Фаг. Фаг. Хуй, пизда, залупа. Вот так вот. Так, чё у нас тут? Тут ещё чё-то, да? Лекче холл. Чё? А, это лекционная, типа, да, точно. Комната для лекций. Нанотехническая лаборатория. Ага, вон, я вижу это говно. У неё там, скорее всего, даже текстура неактивная. Опа, опа, матрица, матрица. Фак, 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 фак. Эй, живой, 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 живой. Фьюх. Красные гризлы, новая версия. Мы обнаружили, что одним из последних проектов Versalife была разработка более сильной, грубой, краснокожей разновидностей гризлов. Вместо обычной эволюции, похоже, использовались внешняя ДНК, внедрённая геном обычного зелёного гризла. Эта манипуляция с генами сделала животных значительно более агрессивными. Ну ладно. Журнал Кайлы. Арчер что-то задумал. Иногда его не может найти никто из учителей, но и вахтёр не отмечает его как ушедшего. Я снова взломала систему, чтобы посмотреть. Это знает, что когда его нет, он остаётся в школе. Где же он прячется? Ага, вот это подсказочка нам, судя по всему. В нашем исследовании. Так, а давайте-ка мы подлечимся, что ли, например. Надо было аптечку брать сюда, но ладно. Неужели нормальный биомод? Иди сюда. Ееееееееее. Ну там эта энергобатарея, она нахрен не нужна никому. Ого. Так, давайте сохранимся. Что ты делаешь? Ну и как там? Ваша проблема решена. Наконец-то, вот ваши деньги. Приятно иметь с вами дело. Круто. К чё мне? Я бы ноги прокачал. Так, где мышка? Вот она. Гасит все звуки движения и позволяет безопасно для себя прыгать с очень большой высоты. Отлично. Отлично. Так, у нас уже башка высшая, ступень, ноги. Можно бицуху будет покачать ещё. А можно ли её заменить на чё-нибудь, например? Так, на дрона это не надо. Ну ладно. Ой. Ой, выключите это говно у меня аж. Глаза заболели, как я увидел этот ад. Фак! Как я чудом успел схватиться, да, отцепись ты? Опа! Опа! Вот это да. Здрасте. Привет, девчонки. Почему вы здесь скрываетесь? Я не буду отвечать на вопросы, пока не узнаю, кто вы. На Сифа просил меня найти его дочь Иву, он очень взволнован. Это... Хорошо, я Ива, и люди должны быть взволнованы. Однажды мы просто играли около офиса директора школы и случайно нашли эту секретную комнату. Нам показалось, что они готовят что-то ужасное для некоторых студентов. Как вы уверены, что вы видели? Что-то связанное с очисткой, какая-то группа, называемая хромовниками. Не знаю, в чем смысл всего этого, но уверен, что он имел в виду совсем не отчисления, когда говорил о необходимости убрать студентов. Вы можете лично убедиться. Где это? Система вентиляции сверху, на стене проходит туда, но там бот-паук, либо можно использовать эксплуатационные туннели в проеме, в конце пути, возле котлов. Есть лестница, ведущая к секретному офису, далее серьезный подъем и порог. Не только девочки-гимнастки были способны там проникнуть. Код комнаты 9133. Благодарю за совет. Похоже, вы вовремя себя обезопасили. По крайней мере, сейчас. Я намереваюсь оставаться здесь до тех пор, пока снаружи не станет безопасно для нас, и буду надеяться, что он вас не найдет. Он нас не найдет. Интересно, кто? Пиво, пиво. Пиво, пиво. Мастер-мастер имеет этот беззарный секретный офис, с файлами на всех студентов и коммуникациях с кому-то, везде, в Тарсис. Так, тут куча всякого, короче. Задание хоть поменьше стало, окей. Тут вот два люка вообще по-хорошему. Мне вот интересно, что здесь. Так, и здесь что? Так, здесь мы поранимся просто. Очень сильно. Поэтому пока что мы вылезем отсюда. И пойдем исследуем другие помещения, которые остались еще здесь. Так, сюда. Что ты делаешь? Давайте в лекционную зайдем. Я только на письме. Поговори с учеником, если ты нужны. Я только смотрю. Если есть вопросы, обратитесь к учителю. Я не могу сейчас говорить. Почему здесь все такие нервные? Оценки ставят только в биохимических и институтных классах. Некоторые дети не переживают из-за этого. Можно ли расстроиться настолько, чтобы сбежать? Я полагаю, вы уже слышали об Иви и Дженнифер. Что именно? Если бы они действительно бежали, их друзья знали бы, где они. Но никто не кажется, что это знает. Из-за этого все переживают. Где-то они находятся. Я надеюсь, что они в порядке. Ой, сорян. Что вы изучаете? Я пытаюсь вникнуть в математику. Я хочу заниматься этим в любой другой новой элитной программе Тарсуса. Новая программа? Да, я уверена, что это произошло с Ивой и Дженнифер. Они были лучшими, и у них не было причин бежать из школы. Они были отобраны для новой программы. В этом я уверена. Так ты думаешь, что они в безопасности? Конечно. Тарсус лучшая школа в ВТО. Они не позволили бы, чтобы что-нибудь произошло с их лучшими студентами. Понятно. Что конкретно ты знаешь о новой программе? Ничего. Но это, вероятно, выясняется после процесса отбора. Нужно достаточно быть умным, чтобы узнать о ее существовании. Сейчас я должна вернуться к занятиям. Сегодня я... Что-то там приступлю лишь к 12. Что-то не круто. Журнал Фатиме. Этот новый директор настоящее ничтожество. Он ненавидит детей, как и моя учительница французского Нола. Наверное, эти люди идут в учителя, чтобы издеваться над детьми целыми днями. Не могу справиться со всеми этими. Со всем этим. Думаю, надо пойти в тайник. В вентиляции перекрыть. Опаньки. Эксперт-экспертируйцы. Хе-хе. Я никогда не буду закончить это. Хе-хе. Журнал Джамилы. Никто не знает Диева и Джемифер. Я слышала много дурацких слухов, что они бежали или переведены на спецпрограмму, но в это я не верю. Боюсь, что с ними случилось что-то ужасное, а директору, судя по его виду, на это наплевать. Директору меня не стремлю. Если ты действительно хочешь поговорить с студентами, ты должен попробовать где-то, без учеников. Это ты училка французского. Слухи о Тарсусе были сильно преувеличены. Какие слухи? Какие слухи? О, извините, я думала, что вы еще один рассерженный родитель. Вы ведь являетесь родителем кого-то из детей, не так ли? Конечно. Ну, как вы сами можете видеть, студенты много трудятся, как обычно. Ш-ш-ш, мы остановим свои статусы. Так, ну все, что надо, мы здесь узнали, можно смело уходить отсюда. У нас осталась еще одна комната, которую мы можем посетить. Ха, я wonder, где они реально идут. Это, наверное, кабинет директора, да, похоже на то. Опа, репшет, 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 репшет. Я не знаю, сколько раз я могу стоять, отвечая на такие же вопросы. Это все! Зачислить вот эту девочку сюда. И, 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 и. Как мы это сделаем? Я думаю, мы сейчас просто обойдем с другой стороны, чтобы она смотрела в сторону окошка. И прокрадемся сюда просто. Я думаю, это хороший вариант. Ну, свали, пиздючка. Люди должны доверять Тарсусу. Мы лучшие для Реги. Ничего! Так, все, она смотрит туда, а мы идем сюда. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Пу-у-у. Тудун-тудун-тудун-тудун-тудун-тудун-тудун-тудун-тудун-тудун. Вот и зачислили мы эту девочку. Я помню, что она, по-моему, где-то внизу на этой мечети. Да, точно, она там, где все больные. Да-да-да. Вот это память просто феерическая, да? Заметили? Не пальцем деланный. Так, что там, аптечка? Бабки? Все бесполезно. Вот так вот. Устрой-дострой. Камера. Ну, я понял, ребят, что вы не очень довольны тем, что я начал делать. А там какой-то мужик еще побежал к нам навстречу, лол. Какой-то жирный мужик. Жирный мужик бежит нам навстречу. Ну, сейчас посмотрим, что ему надо. О! Ты выглядишь довольно спокойно. Большинство других детей здесь сильно обеспокоены. Да, они взволнованы из-за отутствие этих девочек. Я одна, мне совершенно все равно. Это лишь означает, что у меня стало меньше соперников. Я реально не понимаю, почему моя класса... Привет, Марина. Я все еще не могу найти и взломать базу данных тестов. Но, делая покупки, я нашел логин из системы доступа. Теперь, если одна из этих девок из старого Киира попытается войти, мы можем отправить ее в какую-нибудь чертову дыру. Вроде Тарсуса, в Сиэтле или даже Чикаго. Хе-хе. Они так легко обучены и дистрируются. Опаньки. Это что-то секретик какой-то, да? О, книжечки. Современные боеприпасы. После появления универсального магазина солдатам и спортсменам уже не надо было возиться с разными типами и калибрами патронов. Это устройство собирало окружающее вещество и преобразовывало его в энергию и пули для любого типа оружия. Оно произвело революции в области стрелкового оружия. Нанотехнологии и низкие температуры. Низкие температуры открывают интересные возможности для нанотехнологий. А в охлажденном теле жизненные процессы и наночастицы замедляются. Однако одновременно холод изменяет и другие характеристики работы наночастиц, позволяя получать результаты, невозможные в стандартных температурных условиях. Баллистика ранений. Это прочитали? И разум. Ученые продолжают работать над созданием действительно чувствующих устройств, но никто еще не смог добиться успеха. Если нам удастся создать такую штуку, если она будет совместима с человеческим телом и разумом, то мы можем расширить свое сознание и перевернуть человеческие представления о нем. Вот так вот. Так, что вы наступили? Вот это да. Ну что, пирожок, давай с тобой поговорим. Добро пожаловать в Каирийский Тарсус. Я Сила Сарчер, директор школы. Чем могу помочь? У вас есть какие-нибудь соображения по поводу пропавших студентов? Я понимаю, общее беспокойство из-за этого, но действительно нет никакой причины волноваться. Я уверен, что это всего лишь шутка, и они скоро появятся. У нас тут отличная система безопасности. Уверен, что здесь не о чем волноваться. Здесь внушительный университетский городок. Похоже, это очень большое здание. Нет ничего подобного. Не было, когда... Что-то был ребенком... О, действительно. Вы преподаете? Можно и так сказать. А вы как давно в этом... В этой организации? Очень давно. К счастью, работа почти закончена. Так вы собираетесь переезжать? Что-то типа того. Их ты, что за думал? Это не проблема, но я уверен, что все будет решено. Их ты, что за думал?